Всем привет, это Магмастер! Сейчас вокруг нас очень много Фури. Их рисуют множество художников, про них шутят в интернете, пишут книги, которые становятся бестселлерами Нью-Йорк Таймс. Да кто они вообще такие? Сейчас разберемся и узнаем, что за Фури-фандом такой, как стать его частью, развеем мифы о Фури и затронем некоторые спорные темы. Но начнем с того, что ответим на вопрос. Кто такие Фури? По-простому, Фури — это любители очеловечных животных. Таким людям могут нравиться комиксы, игры, мультики с изображениями таких персонажей и многое другое. Существует целый Фури-фандом, который уже собрал и продолжает собирать любителей антропоморфных животных. Вы часто можете услышать, как кто-то называет этот фандом пушистым. И неспроста, ведь Фури неразрывно связана с таким словом, как фурсьют. Это костюм в виде животного, сделанный на заказ или самостоятельно. Слово буквально переводится с английского, как меховой костюм. Существуют различные виды и формы фурсьютов. Все зависит от того, каким животным человек ощущает себя или каким хочет казаться. Некоторым просто нравится вести себя иначе, подражая своему любимому персонажу. А кто-то просто расслабляется, надевая на себя костюм. И носить фурсьют, особенно в жаркую погоду, очень тяжело. И фурсьютеры тратят много сил, чтобы радовать вас своим присутствием на сходках. А мы трудимся не меньше, чтобы вы могли каждую неделю смотреть новые интересные видео о фурии и творчестве. Так что, если вам нравится то, что мы делаем, поставьте лайк. Нам будет очень приятно, а алгоритмы ютуба смогут заметить наше творчество. Но как люди, которым нравятся персонажи и животные, смогли создать такой многочисленный фандом? Все началось очень и очень давно. История образования фури фандома. Людям было свойственно одухотворять животных еще с древних времен. Изначально люди представляли себе сверхъестественных существ в виде животных, а также вместе с ними существовали антропоморфные представления божеств, демонов и духов. А древние египтяне и жители некоторых других древних государств верили в богов с обликом человека и чертами животных. Средневековые авторы через сатиру и юмор приписывали животным человеческие, чаще негативные качества, по типу петух самовлюбленный, осел глупый, а лисы и змеи хитрые. Со временем такое одухотворение начало распространяться и переходить на новые уровни. Животных человеческими чертами все чаще и чаще можно было встретить в мифологии, народных сказках, детской литературе и так далее. Ближе к нашим годам, где-то в 70-х США, фури субкультура начала отделяться от тогдашних любителей фантастики, комиксов и косплееров. Причиной роста и распространения пушистого фандома стали любительские издания, выпускаемые представителями фандома и съезды. На них выставлялись художественные и литературные фури работы, проводились торги за арты, а также обсуждались творческие идеи. Да и сами фури общались там между собой в несерьезной форме о своих любимых антроперсонажах. Если вы хотите углубиться в изучение фури, то советую прочитать ЯРФ, журнал прикладной антропоморфики 90-го года, где собраны одни из первых комиксов, тематических лицензий на книги, истории и других изображений художников, которые помогут вам узнать что-то новое о доинтернетном пушистом фандоме. А чтобы было с чем сравнить, сейчас я расскажу вам о том, как изменились фури и какими они стали в эпоху цифровизации. Современные фури. Примерно за 4 десятилетия в фури субкультура не только повлияла на нынешнее искусство, но и распространилась по всей планете. Фури общаются между собой в социальных сетях, ведут свои блоги, проводят различные активности, занимаются творчеством и так далее. Ежегодно даже проводятся различные мероприятия, на которые приезжают сотни фурсьютеров и просто поклонников антроперсонажей. И не забываем про пушистые сходки, прогулки и встречи. В таких пушистых скоплениях можно повстречать классных, любимых вами и просто популярных художников, фурсьютеров, блогеров и так далее. Мне вот повезло увидеть Эрика Енота на своей первой встрече, и мы с Диловым Юрием даже попали к нему видео. Я более подробно рассказала об этом выпуске, где я разобрала формат открытых фури прогулок и рассказала о своих впечатлениях от посещения фури сходки Лафиз. Обязательно посмотрите его по подсказке. Там было много фурсьютеров, которые, как я говорила раньше, перевоплощаются в антроперсонажей. Но кто они такие? Давайте я подробнее расскажу вам о них, ведь они стали неотъемлемой частью нашей культурной и развлекательной жизни. Антро Итак, антроперсонажи имеют гуманоидную форму тела или какие-то внешние сходства с людьми и признаки животных. Такие антросущества ведут себя как люди, ходят на задних лапах, смотрят фильмы, читают книги, общаются, влюбляются, радуются, грустят и так далее. И, конечно, антроперсонажи – это не только о фурсьютах. Антро могут быть нарисованными персонажами из рисунков и 3D-анимации, героями книг, фильмов и комиксов, игрушками и так далее. Но большинство знакомы с ними благодаря мультфильмам. Вспомните тех самых героев из «Ну погоди!» из «Зверополиса и кот в сапогах». Вы же помните это? Ух, прямо до мурашек. Да, все они антроперсонажи, и даже они различаются между собой степенью антропоморфности. Что это такое? Для лучшего понимания, посмотрите на картинку, где показаны различные стадии антропоморфности, где все начинается с человека, а потом к нему прибавляются все больше признаков животных. Фиралы – это антрогерои с самым наименьшим количеством признаков человека, потому что они выглядят внешне как обычные животные и могут быть созданы даже в реализме или в более мультяшном стиле. Например, Рио. Главные персонажи – это голубые ары, но от обычных птиц их отличает человеческий разум. Смотря этот мультфильм, мы погружаемся в их истории и начинаем испытывать к ним сострадание и симпатию, потому что понимаем их и воспринимаем за людей. Но есть и другие, более, скажем так, отчеловечные антра. Вспомним Лисы из мультфильма «Робин Гуд». Он имеет более выраженную гуманоидную форму тела, ходит на двух лапках и разговаривает, в целом ведет себя как человек. Но помимо современных мультиков, антре встречаются также и в различных формах художественного искусства и в медиа. В театре, на старых рекламных брошюрах, в качестве маскотов и так далее. Например, мюзикл «Кошки» – одна из самых знаменитых постановок в мире, получившая даже несколько премий. А вспомните ли вы Гепарда Честера, более известного как «Маскот Читас»? Он не только изображен на упаковках чипсов, но и анимирован в различных рекламных роликах. И как же тут не сказать о забиваке, антропоморфном волке и официальном талисмане и москоте, проходившего в России чемпионата мира по футболу в 2018 году. В общем, примеров очень-очень много. И кажется, что андросущества стали неразрывной частью нашего мира, ведь они встречаются в различных сферах нашей жизни. А своей жизнью и новостями канала я делюсь своей телеграммной пещере. Там очень уютная и семейная атмосфера, и мы будем рады видеть вас там. Погружайтесь в нашу пещеру по ссылке в описании. А вообще говоря о фуре-фандоме, нужно отметить, что внутри комьюнити существует некоторое недопонимание. Например, многие путают термины фури и антра. Кто-то считает, что фералы это не антропоморфы, а других волнует вопрос, обязательно ли иметь фурсону, чтобы стать фури. Да, и что это вообще такое? Фурсона. Это личный персонаж поклонника фури, как правило, со своим именем, внешностью и предысторией. Этот перс может быть вашим альтер-эго, или напрямую олицетворять вас, ваш характер и внешность. Таких фурсон у одного человека может быть несколько, и это нормально. Очень часто люди сами создают себе фурсону. Я посвятила этому целый ролик на канале, можете посмотреть его по подсказке, и по этапам создать своего пушистого или не очень персонажа. Я сделала очень детальную и простую, и понятную инструкцию, так что у вас обязательно получится создать интересную фурсону, которая вам понравится. Из-за того, что нет четкого и официального свода с прописанными правилами по тому, как стать частью фури фандома, в дороге появилась негласная норма, и некоторые стали считать, что фуриами можно назвать только тех, у кого есть фурсона. Но для чего вообще она нужна? С помощью нее человек может отыгрывать роль своего персонажа, и взаимодействовать в этом образе с другими представителями сообщества. На основе фурсоны создаются пушистые костюмы и целые образы героев со своими историями в комиксах, рисунках и книгах. Например, моя фурсона Мерлин трансформировалась из фурсоны в маскота канала Магмастер, и я надеюсь, в будущем смогу сгазать фурсьют с ее марташкой. А пока его нет, я наслаждаюсь рисунками Мерлин, которые создаю сама. Вы можете посмотреть на них в моем профиле инстаграма, там я еще и рилсы забавные публикую, буду рада видеть вас у себя по ссылке в описании. А так, если вы не собираетесь как-то отыгрывать своего персонажа, и вам, например, просто нравится сохранять классные фури-арты и общаться на сходках с людьми, то я считаю, что нет нужды иметь своего персонажа со своей характеристикой и историей в этом случае. Не будем забывать, что фурри это в первую очередь человек, которому просто нравятся антропомортные существа, и он каким-то из способов взаимодействует с другими любителями таких персонажей. Поэтому не обязательно иметь фурсона, чтобы называть себя фури. А что вы думаете по этому поводу? Есть ли у вас у самих фурсона? Поделитесь этим в комментариях, будет интересно узнать ваше мнение. Но, конечно, фурсюты, как и фурсоны, могут быть абсолютно разными. Сейчас я расскажу вам о них подробнее. Фурсют. Или просто костюм шьется чаще из искусственного меха. Он помогает людям влиться в коллектив с полным погружением, с отыгрыванием персонажа и внешним сходством со своей фурсоной. Честно говоря, я поражаюсь мастерами, которые создают фурсюты, потому что это непростой и недешевый процесс, который может занять больше месяца. Кстати, интересный факт. Термин фурсют придумал Роберт Кинг в 1993 году. Только подумайте, кажется, прошло не так уж и много лет, но современные пушистые костюмы уже делятся на виды и имеют различные формы. Вот, например, существуют мультяшные, полуреалистичные, реалистичные и кимоно-фурсюты. И все они отличаются друг от друга довольно сильно. Можно наблюдать также различную анатомию у фурсютов. Например, дигги-ноги, прямые ноги, квадросьют. И не обязательно носить фуловый костюм. Есть также разные вариации его комплектации. Например, полу-фул, фул, партиал, партиал, мини-партиал. Начинающие мастера обычно выбирают создание мини-партиала, так как создать полный фурсют с головой, лапками, телом и хвостом, это, конечно, круто, но очень сложно и требует определенных знаний и навыков. Поэтому мини-партиал это отличное начало для тех, кто хочет выглядеть как настоящий фури и не тратит супер много денег. Самое крутое, что в интернете есть куча информации о том, как самому создать фурсют или какую-то его часть. Так что у многих есть возможность сделать его вручную. Но думаю, это не так легко, особенно когда шьешь костюм в первый раз. Сам костюм можно использовать в различных целях, таких как прогулки на улице с фуриами, создание тиктоков и танцев в костюме, ведение странички своих фурсонов в соцсети и так далее. В общем, создать или купить фурсют может быть нелегкой задачей, но не у всех есть возможность его приобрести. По этой и другим причинам большое количество людей приходит на фури-сходки без костюмов. Я лично наблюдала это на своей первой фуре прогулки с деловым Юрием. Кстати, он сделал очень классные фотожи в тот день на свою камеру, и мы, конечно, выставили их всех в нашем бусте. А еще там публикуются мои арты в 4К разрешении, спикпейнты, поэтапный процесс рисования и очень много всего еще. В общем, обиженным точно не останетесь. Тем более, вы будете не одни. Присоединяйтесь к нашим спонсорам и получите доступ в закрытый чат в телеге, где мы активно общаемся с вами. Стартовая подписка стоит 50 рублей, или оставьте единоразовое пожертвование. Ваши даже небольшие донаты и правда помогают нам становиться все лучше и лучше. И ни в коем случае не думайте, что вы будете выглядеть как-то не так на фури-сходке без фурсюта. Если мероприятия не подразумевают под собой обязательного ношения костюма, то вам не нужно волноваться на этот счет. И вам также не нужно волноваться, откуда вам брать регулярный фури-арт-контент, особенно если вам нравятся наши видео. Мы выпускаем их каждую неделю и арт-стримы проводим. Так что подписывайтесь и настраивайте колокольчик на уведомления обо всех новых видео. Фури-сходки. Это мероприятие для любителей антроперсонажей. Я бы сказала, центр притяжения пушистого комьюнити. Сходки бывают разными. Закрытыми, открытыми, платными и бесплатными в виде прогулок, маркетов, конкурсов, совместных активностей по типу просмотра фильмов и так далее. На таких мероприятиях фури знакомятся друг с другом, общаются и отыгрывают своих персонажей. Кажется, сложно представить фури-фандом без сходок, ведь такие встречи стали неотъемливой частью сообщества. Для них существуют правила, прописанные организаторами. С ними нужно обязательно ознакомиться перед тем, как идти гулять, чтобы не попасть в неудобную ситуацию. Например, очень часто пишут о том, что курение рядом с форсьютерами запрещено, так как их меховой костюм может пропахнуть этим запахом. Да и в принципе, приходя на фури-встреч, ведите себя уважительно по отношению к другим. Информацию о таких мероприятиях вы можете найти в различных группах в ВК. Кстати, я тоже собираюсь пойти погулять с фуриями, так что если хотите встретиться со мной, подписывайтесь на мое сообщество в ВК и обязательно скину туда всю актуальную информацию. Ссылка под видео. Да и кто знает, может, организуем свою сходку. Все зависит только от вас. А вообще, как я говорила ранее, фури-сфотки бывают не только в виде простых прогулок. Я вот была на мероприятии Annie Fury Fest, и там помимо художников ярмарки мерча проводился конкурс лучших фурсьютов, где ребята выходили в костюмах и танцевали на сцене под музыку. А еще там было несколько фотозон, настолки, благотворительный аукцион и даже небольшое интервью с популярными фури-художниками. Несмотря на то, что я пришла туда одна, не зная никого, я все равно весело провела время, успела пообщаться с несколькими ребятами и вообще получить кучу позитивных эмоций. Но и без мерча я туда не ушла, конечно. Да и напоминаю о том, что у нас есть целое видео о фури-сходках. Фури-арт. Рисунки с фури – это, наверное, самое распространенное явление этой субкультуры. Я не буду вдаваться в подробности всех видов фури-артов, потому что их огромное количество. И, как обычно бывает у художников, постоянно появляются все новые и новые идеи и виды формы для фури в интернете. Авторы не только рисуют, но и зарабатывают на своих рисунках, анимациях и комиксах, что, безусловно, увлекает все больше и больше людей в арт-комьюнити. К слову, художники помогают другим фури из фандома. Например, создают для них персонажей для роллплея, концепты фурсона для последующего крафта фурсюта или вообще делают баннеры с фури для рекламы, которые используются в торговле. В общем, фури-арты окружают нас везде, и мне кажется прикольно, что антропоморфный персонаж может развеселить, замотивировать и просто принести какую-то хорошую пользу человеку. Почему фури ненавидят? Интересно, кто кричит громче? Те, кто обожают фури, или те, кто их ненавидит? Да и каких только смертных грехов фури не приписывали. Со слов некоторых, может показаться, что фури чуть ли не сборище сатанистов, зоофилов и любителей мальчиков помладше. И хейтеров пушистого комьюнити, на самом деле, можно понять. Ведь многим может показаться странным, когда люди начинают всерьез подражать животным и одеваться в костюмы своих фурсон. Так еще фурей очень много. Очень много. А так как люди боятся всего нового и непонятного, появляется почва для конфликтов и недопониманий. Ну и конечно, куда же без акцентов на НСФВ артах. И да, их много, ровно как и любого другого подобного контента, и не только с фури. Так уж получилось, что людям просто нравится такое, и как бы это не было печально, но НСФВ вряд ли получится искоренить из нашей жизни. Дано и не надо. Главное, чтобы этот контент не нарушал норм морали и не мотивировал на совершение противоправных и в целом неправильных деяний. И это еще один повод похейтить фури. Ведь некоторые из фандома были публично обвинены в совершении незаконных деяний. И, к сожалению, не всегда это было беспочвенно. Но давайте посмотрим на ситуацию более глобально. Фури это один из самых многочисленных фандомов, которые в том числе генерируют огромное количество медийного контента. О нем все проще и проще узнать и начать общаться с другими его участниками. А теперь представьте, что вы человек с недобрыми помыслами, который, может, и не осознает их негативного влияния на окружающих. И тут вам дают опцию надеть маску. Действия как бы совершаете не вы, а ваши фурсоны, которые не совсем человек к тому же. Да и многие фури очень тактильные, общительные, а некоторые позволяют себе сильнее вживаться в своего персонажа. И таким образом фури фандом, сам того не подозревая, становится привлекательной площадкой для нехороших людей. Ну и к фуриам у меня будет большая просьба. Уважайте друг друга и тех, кто по тем или иным причинам не может признать ваш фандом. Очень важно понимать, что мы все люди разные, кто-то жить не может без обнимашек, а кто-то наоборот проводит свое время в лчеливом одиночестве. Не нужно навязывать то, что вам кажется нормой другим. И особенно не нужно доказывать что-то тем, кому почему-то не нравится фури. Вы вряд ли сможете изменить их мнение. А вот тем, кто интересуется фури, но пока не решился, стоит ли ему вступать в наш пушистый клуб, вот и можете рассказать о том, кто мы такие. Правда, и перегружать новые информации вашего знакомого не стоит. Начните с того, что покажете ему красивые СФВ арты, скиньте интересных блогеров в нас, например, и расскажете о своей фурсоне. Думаю, вашему приятелю будет интересно услышать историю вашего перса. А если вам интересна история Мерлин, маскота нашего канала, я рассказала о ней в разговорном спикпейнте. А если вам интересно, как рисует фури, то посмотрите видео, где я перерисовала осу своих подписчиков. Ну а я пошла рисовать.